Привет-привет! Меня зовут Анна Кафырина и вы на моем канале YouTube. Сегодня я поделюсь с вами секретами своими, которые я использую при разборе своего гардероба, которые я советую своим клиентам, когда предлагаю им разобрать свой гардероб самостоятельно или когда я разбираю гардеробы своих клиентов, дабы сэкономить время и себе, и им. Первое, что стоит начать, это подготовка. Вы вытаскиваете все вещи на сезон из своего шкафа и раскладываете его по категориям. Это верхняя одежда, верхам, низы, обувь, сумки, аксессуары. Вы раскладываете на полу в комнате, предварительно про полисовый степол, или на диване, как вам удобно, если у вас есть вешалка такая, ну рейл, можете повесить на рейле, все как вам удобно, главное, чтобы у вас все визуально было на глазах. И дополнительно вам нужно будет подготовить несколько сумок, чтобы разделить вещи на три части. Это то, что первое, то, что выкидываем, то, что совсем уже совсем плохо выглядит. Вторая сумка, это вещи, которые стоит переделать, как-то там подштопать, подлатать. Ну, в общем, которые еще могут сжить в вашем гардеробе, но которые нужно немножко починить. И третья вещь, это те вещи, которые мы оставляем. Второй этап, это сортировка вещей. Самый утомительный этап, потому что каждую вещичку нужно взять в руки, нужно ее осмотреть, померить и принять решение. Эта вещь вообще жива или не жива. То есть, если, например, на ней какие-то дыры, которые нельзя уже убрать так, чтобы это было незаметно, мы эту вещь откладываем, выкидываем. Второй момент, если эта вещь, с ней все в порядке, она в хорошем качестве, но она вам мала или велика, в общем, не подходит по каким-то причинам по размеру или по фасону, я рекомендую от этой вещи избавляться. Потому что у большинства из нас в гардеробе просто невероятное количество вещей, которые именно по этой причине нам не подходят. То есть, они либо велики, либо малы, и они захламляют весь гардероб. То есть, создается впечатление, что вещей куча, а надеть нечего. Это как раз именно по этой причине. Поэтому я рекомендую от таких вещей избавляться. Их можно дать на благотворительность, можно продать, можно подарить, обменять или устроить, например, вечеринку с подружками, где все будут обмениваться одеждой. Хороший вариант, кстати, чтобы в очередной раз треситься и поболтать между нами девочками. Третий момент, вещи, которые нам подходят. Они, значит, отлично на вас сидят, они в хорошем качестве, они современные, и эти вещи мы убираем обратно в гардероб. Третий пункт разбора гардеробы, это когда мы все вещи собираем по комплектам. То есть, вы берете низы, и каждому низу в вашем гардеробе вы смотрите, какие есть верха. И складываете комплекты. Покажу обязательно его фотографируйте. Это будет вам напоминалочка, и дальше вы узнаете, зачем все это было нужно еще для одного момента. Опять же, к каждому вот такому комплекту вы собираете верх, низ, аксессуары, обувь, сумку, верхнюю одежду, очки. Все, что вам может понадобиться в этом комплекте. Следующий этап – это проанализировать, насколько ваш гардероб соответствует вашему образу жизни. Очень часто я встречаю гардеробы, например, мамочек, которые сейчас находятся в декрете, то есть они занимаются домашними делами, ребенком, а весь их гардероб собран по принципу деловой леди, к которой она была раньше, и в ее гардеробе преобладают в основном жакеты и костюмы. И понятное дело, что носить ей нечего, у нее там пара джинс, пара кофт, и выглядит она все время одинаково, или вообще непонятно как. Либо другая крайность бывает у молодых девчонок, когда они начинают строить карьеру, закончили учебу, вроде бы особо так все у них хорошо, и особо они не тусуются, но в гардеробе немереное количество каких-то вечерних платьев для выходов. Вопрос – зачем? Поэтому вам нужно проанализировать свой гардероб на предмет того, чем вы сейчас занимаетесь в данный отрезок времени, и проанализировать, сколько у вас вещей именно для этого образа жизни. Если ваш гардероб перекошен в какую-то другую сторону, обязательно задумайтесь об этом, и запишите себе, что вам нужно купить, чтобы дополнить гардероб для текущего вашего образа жизни. Идеальным сочетанием верха к низу считается три к одному, то есть на каждый низ у вас как минимум три верха. То есть если у вас, например, есть джинсы, и к ним три каких-то верха, три кофты, то у вас уже получается три образа, потому что свежесть и новизна в нашей жизни происходят тогда, когда мы меняем верха, потому что это всё видно, это близко к телу, а на низы такого пристального внимания не обращаются, поэтому смело можно на них экономить и заниматься, ну как бы сделать себе базовое какое-то количество низов и дополнять их разнообразными верхами, вы будете выглядеть круто и по-разному. Следующий пункт разбора гардероба – это составление шоппинг-листа. Здесь всё просто. Вы берёте фотографии, которые вы создали, фотографии своих комплектов, рассматриваете их на предмет того, чего вам не хватает, и заносите в шоппинг-лист те вещи, которых вам не хватает. И делайте это таким образом, чтобы было максимально понятно, что это за вещь. Если это пальто, то какое пальто, какой вот цвет, какой силуэт, какая толщина, на зиму, на осень, какое. Если это рубашки, блузки и так далее, всё то же самое. Пишите максимально подробно в этот список, чтобы потом в магазине вы уже не задумывались, ах, какая вещь, вы просто посмотрели на эту запись, поняли, что вам нужно и купили то, что вам нужно. Расскажу ещё один лайфхак. Для того, чтобы ваш гардероб смотрелся всегда разнообразным, вам нужно, чтобы у вас собралось где-то 14-18 комплектов одежды. То есть это не значит, что у вас должны быть все они разные. Это значит, что, миксуя свои вещи, у вас собралось от 14 до 18 разных образов. Это именно то количество, которое позволит сделать ваш гардероб максимально интересным и разнообразным. И последний пункт нашего разбора гардероба – это, конечно же, шоппинг. Самый приятный, самый увлекательный. Собираясь на шоппинг, обязательно возьмите свой шоппинг-лист и следуйте ему. Так вы не купите ничего лишнего, не потратите лишних денег, лишнего времени, и все ваши комплекты будут готовы к носке и будут вас радовать. Ну а я с вами сегодня прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И если у вас возникнут какие-то вопросы по имиджу и стилю, не стесняйтесь, задавайте их ко мне в комментарии. И в следующих видео я обязательно поделюсь своими секретами, своим опытом, как я решаю такие задачки. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok